Позвольте представить нашу работу совместную, которая была проделана вместе с Федеральным исследовательским центром вычислительных технологий и нашим институтом в течение последнего года. Эта тема посвящена, на наш взгляд, с точки зрения хирургов, важной проблеме оценки течения раневого процесса при хронических ранах или при трофических язвах. Вот так выглядит трофическая язва. Это кратер. В виде такого кратера на коже возникает того или иного размера дефекты кожи, подлежащих тканей, которые, к сожалению, могут затягиваться на достаточно долгий промежуток времени. Считается, что если рану существует более четырех недель, это трофическая язва. Проблема стоит достаточно остро, как в нашей стране, так и за рубежом. И, как вы видите, достаточно имеется большая корреляция с возрастом. Есть проблемы такие, что даже в специализированных центрах заживление трофических язв может быть достигнуто не у всех пациентов меньше, чем у половины, только в течение четырех месяцев. Иногда такие трофические язвы существуют годами. И, естественно, для того, чтобы их контролировать, есть некоторые основополагающие моменты, которые заключаются в удалении некротических тканей, то есть в очистке раны, контроле инфекции, контроле жидкости, истечения эксудата, контроле осложнений. И очень важный момент в регулярных осмотрах курирующими врачами или среднемедицинским персоналом. Обычно раневой процесс протекает в норме от начала воспаления, с появлением грануляции, с заполнением дефектов кожи, и заканчивается это все эпитеризацией. При трофических язвах, при хронических ранах этот процесс, он остается как бы по определению ведущего флеболога Петра Гмельевича Швальба, он затягивается, он ведет себя хаотично. И мы можем в трофической язве видеть как элементы грануляции, элементы эпитеризации, так и грубые некротические ткани. И таким образом язвы имеют тенденцию к увеличению. И вы здесь видите пример такой трофической язвы. И важно документировать этот раневой процесс в ходе лечения для того, чтобы понимать, что было в начале, что есть сейчас, и что мы можем ожидать от течения данного раневого процесса в перспективе. Значит, одной из проблем является измерение площади раны. Вообще говоря, в клинической практике все это делается как бы на глазок с помощью измерительных инструментов. И существуют так называемые более точные контактные методы, с помощью которых очертания объекта переносятся на какую-то прозрачную пленку. Они, естественно, возникают проблемы контакта с раневой поверхностью. Последние десятилетия привели к тому, что стали прививаться различные методы фотопланиметрические, с применением фотографий, с их обработкой и затем с компьютерным применением. В настоящее время существует достаточно ограниченное все-таки количество приложений, которые применяются с этой целью. И важные моменты нужно отметить, что для того, чтобы соразмерить, как так сказать, просчитать размер раны, необходимо использовать какой-то шаблон. В частности, для этого используются в некоторых программах банковские карты, некоторые специальные калибровочные маркеры. Вот на данном слайде представлены три основных приложения, которые в настоящее время используются. У них есть некоторые недостатки. То есть необходимо обводить контур раны вручную. Для того же, нужен элемент какой-то калибровочный для того, чтобы рассчитать эту площадь. Существует проблема с тем, что когда рана небольших размеров, она плоская, то в этом случае как бы меньше проблем. Если же рана имеет некую кривизну на голени, либо на передней брюшной стенке, то это ведет к неточностям в измерении. Таким образом, нами была поставлена задача совместно с нашими коллегами заработать метод простой с помощью разработки компьютерного приложения для того, чтобы использовать простой интерфейс, который будет доступен просто в обращении и даст более-менее точный результат. Задачами исследования было рассмотреть существующие методы приложения, применить некоторые алгоритмы для коррекции и разработать такое приложение, которое позволило бы автоматически определять контур раны. На первом этапе мы разработали протокол фотографирования трофических язв и был выбран размерный квадрат, как калибровочный элемент, размером 2х2 см, при котором происходили наименьшие потери в точности. Но в этом случае нам приходилось в этом приложении все-таки обводить контур раны самостоятельно и вручную. Но, тем не менее, даже такой способ помог нам в динамике вести наблюдение за пациентами и измерять как площадь раны, так и площадь ее отдельных элементов. На следующем этапе с подключением активных сотрудников Федерального исследовательского центра Института вычислительных технологий были поставлены задачи по разработке и улучшению приложения с устранением тех недоставств, которые имелись в присутствующих приложениях, которые касаются коррекции оптических искажений, потому что в зависимости от того, как располагается по оси направления фотографии и плоскости раны, в зависимости от этого возникают различные искажения. В частности, это может быть радиальное искажение, которое связано с тем, что в центре мы имеем, как вы видите, квадрат, а по краям за счет вот этого радиального искажения возникает искажение. И в зависимости от положения фотокамеры или мобильного телефона также возникает искажение перспективы. С этой целью были разработаны на основании модели искажения с помощью математической обработки и алгоритмов с использованием фильтров Шобеля, была достигнута коррекция радиальных искажений. Затем для коррекции искажения перспективы были предложены алгоритмы на основании грани Кенни. И на основании этих алгоритмических подходов было выяснено, что коррекция радиального искажения позволяет улучшить несколько точность измерения площади. Но все равно вы видите, что по краям сохраняются эти искажения. То же самое было предложено для коррекции перспективы. И видите, что здесь тоже были достигнуты определенные результаты. Но совместное применение коррекции радиальных искажений и коррекции перспективы привело к тому, что сначала необходимо провести коррекцию радиальных искажений, а затем коррекцию перспективы. И этим достигается большая точность применения данной методики. И также в наши задачи входило обучение приложения автоматическому распознаванию контуров раны. Для этого были использованы те изображения фотографических язв, которые были сделаны в клинике. Затем они были дополнены с помощью различных углов, поворотов этих ран. И все это запущено в сверхточную нейронную сеть, что позволило достигнуть приближения результатов почти 94 сотых. Таким образом, в результате нашей совместной работы было разработано приложение, которое позволяет провести более точные по сравнению с существующими приложениями измерения площади раны и уменьшить затраты времени на то, чтобы обводить вручную контуры раны. То есть распознавание контуров раны с достаточно большой точностью можно достигнуть с помощью данного приложения. Таким образом, разработка приложения преследует, как мы сказали, уже как минимум две цели. Это помочь клиницистам в отслеживании пациентов, особенно тех, которые находятся в каких-то отдаленных районах. Но в отдаленных районах у нас сейчас тоже есть интернет. И это может позволять пациентам проводить фотографирование своих тофических язв, высылать их по системе социальных сетей, либо по электронной почте курирующему врачу. И с помощью этого врач может удаленно следить за пациентом. То есть это элементы телемедицины. Что в перспективе? В перспективе мы планируем развивать данное приложение с целью того, чтобы получить возможность более точно измерять трофические язвы в больших размерах, циркулярные трофические язвы, которые могут занимать половину нижней конечности по окружности. Это во-первых. И во-вторых, научить также с помощью нейронных сетей распознавать стадии раневого процесса. Элементы некроза, фиброза, элементы грануляционной ткани в трофических язвах. Для того, чтобы дать затем врачу инструмент для принятия каких-то логических рифений в зависимости от того, как протекает раневой процесс. Это важно будет в перспективе, опять же, для тех отдаленных мест, где отсутствует какая-то хирургическая помощь, к примеру. Но есть возможность проводить перевязки и так далее. Благодарю вас за внимание. И эта работа была поддержана...